Бронто Скайлифт И само название «Скайлифт» можно перевести как «подъем неба» или «воздушные перевозки». На вооружении в первой пожарно-спасательной части города Владимира он вот уже более 30 лет. Его специфика – самые сложные возгорания, которые нужно локализовать. Люлька на вершине стрелы – это не только кабина для спасателя. К ее низу прикреплен ороситель, через который пожарный может создать водяную завесу – столб воды, препятствующий распространению огня. В случае тушения, например, крупных пожаров, интенсивного горения, происходит большое тепловое излучение. Для того, чтобы защитить установку пожарных или того, кого спасаем, используется система орошения, создавая водяную завесу мелкодисперсной воды. Сам резервуар с водой в коленчатом подъемнике не предназначен, поэтому работать машина должна в паре с автоцистерной. В подъемнике только 6 77-х рукавов на тот случай, если придется прокладывать линию по земле. Наверх вода и пена подаются по сухотрубам. В чем плюс коленчатого подъемника данного типа, что нет необходимости использовать рукава по самой установке. Мы только подсоединяем рукава полугайки снизу к автомобилю, к патрубку, и сверху устанавливаем прибор подачи огнетущего вещества. Техническая оснащенность «Бронто Скайлифт» предполагает наличие двух мест для личного состава. По факту справиться с коленчатым подъемником может и один водитель. На платформе пульт управления стрелой, в самом корпусе управление выносными аутриггерами. Именно так правильно называются опоры, благодаря которым подъемник устойчив на одном месте. Это одно из главных условий эффективной работы подъемника. Самое главное для установки такого коленчатого подъемника – это найти подходящую площадку во дворах. К сожалению, во Владимире это не везде реально. А пожары в многоэтажных домах с каждым годом становятся все меньшей редкостью. В этом, к примеру, уже произошло 19 возгораний. Пожарные каждый раз напоминают – не нужно бежать из квартиры в подъезд или пытаться выбраться самостоятельно через окно. Дождитесь спасателя на коленчатом подъемнике. Вот таким образом спасают людей при помощи коленчатого подъемника. На самом деле, при спасении из девятиэтажного дома эта процедура реально может показаться очень страшной, но зачастую это единственный способ спастись от огня. В обязательном порядке боец карабинами пристегивает к себе спасенного. Первым из люльки выходит пожарный. Уже следом за ним – тот, кого вызволяли из огня. Бронто-скайлифт пожарным гарнизоном сегодня используется не так часто. На пожары, как правило, выезжают автолестницы. Но боевой автоподъемник всегда готов к работе в самых экстремальных условиях.